Что делает Тик? Я не помню. Привет, меня зовут Пози. Как хорошо я знаю Бравл Старс. Знаешь ли ты такую игру, как Бравл Старс? Нееет, нет, что вы. Конечно нет, что это за игра такая? Это что, покемоны? Так, давай же проверим, насколько. Вы вначале задаете вопрос, знаю ли я Бравл Старс, а потом спрашиваете, насколько ты хорошо знаешь Бравл Старс? А если я не знаю, что это? Ладно, ладно, шутки шутками. Ха-ха-ха-ха, я снова взломал твое видео. Тоби уже здесь, чтобы рассказать вам о новом мощнейшем игровом ноутбуке. Nitro 5. А в общем-то, именно с него я и взломал это видео. И да, Nitro 5 это игровой ноутбук с крепким корпусом, стильным дизайном и геймерским экраном, на котором ты не пропустишь ничего. Ну и не забудь про эффективную систему охлаждения. С этим ноутбуком ты сможешь насладиться любыми новинками, ведь в нём установлена видеокарта RTX 2060 с поддержкой дрессировки лучей. Больше графона! Ты сможешь разглядеть даже самые мелкие детали, ведь у Nitro 5 IPS дисплей с диагональю 17,3 или 15,6 дюймов, который работает с частотой обновления 120 Гц при Full HD разрешении. А яркость экранов 300 нит делает игры ещё реалистичнее. И не беспокойся за лаги, ведь помимо крутой видеокарты, в нём установлено 16 гигабайт скоростной оперативной памяти, шустрый SSD и шестиядерный Intel Core i7, который даст себе непревзойдённую производительность. Ну и конечно же новейшие технологии киллера E2600, и Intel Wi-Fi 6 для самого быстрого интернета. Ох! Не рассказал даже половины об этом крутейшем ноутбуке, а уже устал. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с ним самостоятельно. Пармакод пози даёт 10% скидку на всю игровую линейку Nitro при покупке на сайте russtore.acer.com до 20 января 2021 года. Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь мощью. Ну а я полетел! Итак, первый вопрос самый лёгкий. О, окей, сейчас мы его с вами с лёгкостью решим. Какие редкости бойцов есть в игре? Редкий, сверхредкий, эпический, мифический, легендарный, хроматический. Есть ли здесь такой вариант ответа? Обычный, необычный, суперредкий, очень редкий. Этот вариант ответа нам точно не подходит. Награда на пути к славе. Редкий, сверхредкий, эпический, мифический, легендарный. Здесь только не хватает хроматического. Ладно, окей, проголосую. Второй вопрос. Какого персонажа не было в самой начальной версии игры? Була, Поко, Шелли, Леона. Давайте подумаем. Булл у нас был изначально 100%. Шелли это вообще стандартный персонаж, за которого все начинают играть. Поко где-то на уровне начального развития появляется. А вот Леон, мне кажется, Леон появился потом. Окей, выберу Леона. Ребята, давайте так. Вы сейчас этот тест решайте вместе со мной. И в конце этого ролика вы напишите свои варианты ответа. Посмотрим, кто из нас может угадать вообще все варианты. Третий вопрос. Есть ли в игре персонажи, у которых нету озвучки и не будет? Ааа, так. Что делает Тик? Я не помню. Да, Тику никогда не добавит голос. Второй вариант ответа. Да, пока что нет озвучки у Дэрила. Но разработчики говорят, что добавят ее. А не будет никогда голос у Спайка. Нет, у всех есть озвучка. Если я не ошибаюсь, то у каждого бравлера есть своя озвучка. Хотя Спайк, Спайк это же растение. Я не думаю, что он разговаривает. Мне кажется, Спайк. Как бы Тик это робот, а Спайк это кактус. Ааа, я не помню. Ааа. Думай, тупая голова. Ладно, я проголосую за Спайка. Вопрос номер 4. Молодец, неплохо справляешься. А сейчас по описанию персонажей ты будешь угадывать их. Этот персонаж очень модный. Часто сидит в телефоне и атакует, разбрызгивая лак для волос. Ну тут, конечно же, понятно, что это Биби. Шучу, Эмс. Но кто-то ведь из вас поверил. Вопрос номер 5. По канону. Пэм, мама данной героини. Е, Енита. Е не знаю. Ешели. Е Джесси. У Пэм красные волосы. У Джесси красные волосы. Ладно, я проголосую за Джесси. Они слишком похожи. Как бы у Пэм есть своя лечащая турелька. У Джесси есть турелька, которая атакует. Эти два Бравлера связаны друг с другом технологиями. Либо они пришельцы с другой планеты. Например, с Марса. Которые просто решили захватить Землю. Ладно, что-то меня как-то далеко понесло. Либо мама и доча разносят в Бравле. У этого персонажа очень интересная атака. Если предмет, которым атакует этот Бравлер, взрывается, он перелетает через нее. Так это же мистер Пи. Это слишком просто. Следующее испытание, наверное, пройдут не все. А только лишь те, кто смотрел перевод фраз персонажей. Так как сейчас вам надо будет угадать персонажа по сказанной им фразе. Посмотри на меня. Не под этим углом. Я думаю, что это Эмс. Сила цветов. Динамайк, Сэнди, Би и Роза. Би и Повелительница пчел. Динамайк явно не увлекается цветочками. Он скорее увлекается динамитом. Ну а Сэнди любит поспать. Конечно, Роза. Куда бы мне пристроить своего дружка? Что за фразочки? Я не знаю, кто это. Дайте подумаю. Кто бы пристроил своего дружка? Ну может быть Дэрил? Куда я попал? Что ж, и последний вопрос. Какого класса бойцов нет в игре? Поддержка, метатель, тяжеловес, лучник. Честно не знаю. Наверное, лучник. Вы набрали 90 баллов из 100. Ребята, я ответил на 10 вопросов. Из них 9 правильных. Ты отлично знаешь Бравл Старс. Скорее всего, ты так же любишь эту игру, как и я. Стоп, а где я ответил неправильно? Скажите мне. Ребят, напишите в комментариях, где я ошибся. Здесь вообще нигде не показывают. Тест. Ваши знания игры Бравл Старс на высоком уровне. Если наберете в нашем тесте 10 из 10. О, тут есть также тест для проигроков. Ребят, я профессионал своего дела. Я хочу пройти тест для проигроков. И я считаю, что я про. Как зовут самого первого Бравлера? Шелли. Что это? Что это? Это, это, это клон. Генератор клонов. Как в Бравл Старс называется эта карта? Эта карта похожа на Тетрис. Я никогда не играл на этой карте. Нет, я играл на этой карте. Если я не ошибаюсь, то это Озеро Мертвецов. Да! Я играл на более темной версии этой карты, которая до сих пор есть в Бравл Старсе. Как зовут Медведя Ниты? Брюс. Бревно. Брюс. Как зовут Медведя Ниты? Его вообще как-то зовут? Для меня это сейчас новость. Я нахожусь сейчас на четвертом вопросе. Как зовут Медведя? Может, его зовут Бревно? Пускай будет Брус. Нет, его зовут Брюс. Такого имени Брус не существует. Ну, просто посмотрите на его лицо. По нему же сказать, что это Брус. Он способен поражать целые группы противников вокруг себя. А Супер делает его ходячей аптечкой. Лечит и себя, и всех союзников из Браво Старс поблизости. Браво. Браво Старс. Моя любимая новая игра. Браво Старс. Окей, это пока. Этот Бравлер странный, обитатель пустыни. Это легендарный редкий боец Браво Старс с мощными атаками и удобной звездной силой. Спайк? Какой это Бравлер? Конечно же, Мистер Пи. Ладно, Пайпер. У какого Бравлера есть лётные очки? Джесси? Да, у Джесси. Джесси, мне кажется, идеально бы справилась с управлением самолёта. Какой Бравлер пускает сопли? Такие Бравлеры есть? Ааа, Сэнди, точно, Сэнди. Какой это Бравлер? Он в маске. Ребят, носите маску. И у него огромная банка. Это, это Эль Прива, конечно. Я ответил почти на все вопросы. Я не знал, как зовут этого медведя. Последний тест. Как выглядит мегаящик? Так, вот так выглядит мегаящик. Я это хорошо знаю, потому что я потратил очень много гемов на эти мегаящики. Что такое Бравл Пасс? Основная система продвижения в игре добавлена в майском обновлении. Конечно. Сколько этапов во втором сезоне Бравл Пасс? 70. Нет, 60. Я опять ошибся. Я не достоин проходить эти тесты. Сколько друзей максимум можно иметь в Бравл Старс? Наверное, 23. Сколько хочешь. Можно? Можно я уйду, пожалуйста? Все. 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 Я ошибся. Все. Я ухожу. Нет, ну... Вы видели это? Как я мог ошибиться? Это так тупо. Что такое силовая гонка? Событие, становившееся доступным после получения 10-й звезды силы для любого бойца. Все. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры создавал DimaTorzok